Всем привет! Я певица Рита Дакота и специально для Гламур я сегодня покажу, что же лежит в моей косметичке. Начну с того, что это туровая косметичка, я вожу ее с собой на концерты, то есть это не то, чтобы вот как обычно у девочек в ванных комнатах красивые такие коробочки с зеркальцем. У меня вот, я ее выбирала по такому принципу, максимально легкая, вместительная, куда можно всю фигню запихать и таскать с собой по гастролям. Она довольно ушатанная, но вы этого не заметите, потому что она из вареного джинса, и это было задумано тоже специально. Ее делали ребята на острове Бали, она в целом экологичная, из вареных джинсов сделана, это правда. Погнали, что же там внутри? Повторюсь, это нестандартная косметичка артиста, во-первых, потому что, признаться честно, у меня есть визажист, и он меня красит на все мероприятия, соответственно, тут как бы вот упакована кратко вся моя жизнь, потому что сумка может меняться, например, там, если у меня один гастрольный город, я лечу с рюкзаком, если это тур, например, из семи городов, я лечу с чемоданом, но вот эта штука стабильная, из одного чумика в другой кочует, вот, поэтому в ней все. О, начнем вот с этого. Передаю привет блогеру Карине Кросс, она, по-моему, сделала самый лучший тоник для лица, он и тоник, и увлажняшка, я, признаться честно, и косметику смываю, и заливаю в такие дозаторы вместо этой водички, как она называется, мицеллярной воды в самолет, в общем, это очень классная штука, Карина, я тебя люблю, ты молодец. Это еще одна моя подружка, не то, чтобы я сюда пришла подружек попиарить, так вышло, что действительно меня окружают талантливые друзья, они делают всякие талантливые штуки в бьюти-индустрии, вот это вот делает моя любимая Мадра Сита, она изначально вообще на энерготерапевт и мой массажист, но еще она сама, как дипломированный специалист, делает косметику, вот это вот самая идеальная, не знаю, как это правильно назвать, цветочная вода, она увлажняет кожу, ее можно даже ребенку наносить, я вот миюхи в самолете тоже брызгаю в лицо, брызгаю в лицо, сейчас все мамочки такие, что? Да, я брызгаю ей цветочной водичкой, вот так. Вот, кисточка, и причем тут написано Рита Дакота, понимаете, для меня специально сделано, ребята сделали мне подарок такой, сделали целый набор кистей с моим именем, и це невероятно приятно. Вообще, я как человек, который учился в свое время на визажиста, могу сделать весь макияж одной только кисточкой, это правда, я там могу, не знаю, ее как-нибудь там сжать, накрасить глаз, там сплющить, сделать контуринг, там потом распушить и припудриться, в общем, я реально умею, поэтому я вожу с собой две кисти, одну для лица, вторую для глаз, которые я делаю. Вот, кстати, вторая для глаз, вот этой я крашу брови, этой глаза, в общем, вот этими двумя кисточками я могу сделать весь мейк. Вот такая суперспособность, не знаю, вам это полезно вообще было сейчас узнать или нет. Это кремушек для лица, он матовый. По мне, так и не скажешь, но у меня достаточно склонная к жирности кожа, и из-за того, что на ней всегда очень много мейка из-за съемок, важно, чтобы средство было матирующее. Вот я выбираю такие кремы, чтобы они увлажняли, одновременно матировали, чтобы на лице не было сначала увлажняющего крема, потом какой-нибудь сыворотки, потом какой-нибудь базы под макияж, чего-нибудь еще. В общем, я иногда ленюсь и заменяю все это одним вот таким вот средством. Оно прекрасное, там, кстати, конопля в составе. Полародные фоточки тут, кстати, вот. Тут я с Мэри Гу на Дере Джарахова. Тут мы с Федей на тусовоньке, красивые, модные. Тут, это мы в Лос-Анджелесе с нашей командой, мы снимали клип на песню «Армагеддон» с командой оператора Бобби Брауна и Мисси Элит. В общем, там очень крутые ребята. Вот, это, кстати, тот денек, когда мы с Федичкой решили встречаться. О, вот это вот прекрасное средство. Как видите, оно совершенно no name, потому что смешивали мне его трихологи и, можно сказать, даже знающие бабушки. Бабушки знают, как отрастить шевелюру, если коротко. Вот это вот мои волосы, они не нарощенные, никакие тут не накладные. В общем, это все мое, мой объем, моя длина. Кто помнит, раньше я наращивала всегда волосы, потому что мои отвалились. Я как кудрявая блондинка, которая осветляет, выпрямляет, каждый день укладывает. В общем, я была готова к этому, что они однажды отвалятся. И вот у меня случился однажды такой день, когда они тупо отвалились, и я пошла их нарастила. Я очень долго ходила с нарощенными. А потом приехала на остров Бали, сняла нарощенные, решила дать своим отдохнуть, и каждый день их мазала разными восстанавливающими, очень жесткими средствами. То есть прям втирала всякие масла, всякие сыворотки, всякие кремушки там для роста волос, в общем, всякое-всякое вот такое. И не трогала их ни утюжками, ни феном, ничем. И через пять месяцев, я так посмотрела, у меня уже свои длинные. Вот, так что, возможно, однажды я психану, запатентую вот это все, и расскажу вам, как отрастить волосы. А пока просто уродская бутылка. Если про волосы, вот, резинка, мне кажется, такая есть у всех девочек. Я ее использую и в качестве резинки, и в качестве игрушки для ребенка, и в качестве игрушки для кота. И иногда в качестве, когда футболка не завязывается, знаете, вот здесь я вот делаю такой узел, любая футболка типа кроп-топ. Многие не знают лайфхак с этой резинкой. Она растягивается, люди ее выкидывают, покупают новую. Берегите планету. Можно кинуть ее в кипяток, просто в кипящую воду, но аккуратно не обожгитесь. Просто в стакан наливаете крутой кипяток, кидаете эту резинку, вот так вот выливаете обратно этот кипяток, достаете горяченькую резинку. Она такая тугая, красивая, новенькая. Не знали? Кто не знал тут? Никто не знал. Полезности от Риты Дакоты. Я чувствую себя бабушкой, знаете, которой нарежьте огурец, положите на глаза. Чайные пакетики снимают отеки. Вот типа того. Свечи. Это мои две любимые. Вот это вот с маслом Пала Санта, вот это с шалфеем. Жалко, что камера не передает. Пахнет так просто, как в буддистском храме. Вот такие вот малюсенькие свечки я везде ношу с собой. Они невесомые вообще, абсолютно ничего не весят. И везде со мной в турах мой маленький алтарик. Хотите, покажу вам еще что-нибудь из алтарика? Например, благовошки карманные, малюсенькие. Я пользуюсь только натуральными. От химозных меня прям подташнивают. То есть вот эти благовония, знаете, которые воняют на весь дом такими химическими, ароматическими составами, вот от этого прям, ну, мне очень тяжело. Поэтому я пользуюсь вот такими. Это прессованные травки. Больше ничего. То есть это натуральное благовоние, в них нет никаких синтетических компонентов. Потом у меня есть масла всякие разные. Вот, например, это масло с лавандой, оно от стресса. Вот если я стрессую, что со мной случается? Мамы трехлеток меня поймут, гастролирующие артисты тоже. В общем, вот такая штука за ухо мажется. Вот сюда мажется. Вот так вот дышится дыхательная практика, две минутки, и все, тебе хорошо. Вот эти вот масла, вот в такой вот упаковке органической. Вот это тоже там типа от стресса, это чтобы лучше засыпать, это чтобы лучше просыпаться. В общем, если говорить о маслах, во-первых, я могу это делать бесконечно, у меня их очень много. Вот эти, например, натуральные, они только для медитации, для дыхательных практик, для, там, не знаю, от бессонницы и всякое такое. А вот эти масла, сейчас покажу, они тоже натуральные, но они уже парфюмированные. Вот. Вот эти банки. Ну, это все самопальные, как видите, тут нет бренда никакого, потому что мы сами их делаем, мы сами их смешиваем. С моей подружкой Сашей Бейзер передаю ей большой привет. В общем, вот это вот флакон из органического бамбука натурального, внутри стекло. То есть это супер-супер органик. В общем, мы согласуем эти запахи, и я их буду выпускать сама. То есть у Дакоты будет, короче, такая коробочка, в которой будет два масла, одно утреннее, вот здесь вот вы видите солнышко, это утренний будет аромат. И такой же аромат будет с луной вечерний. В общем, там будет следующая история. Это не просто аромат, в общем, я топлю за то, что, ну, я как очень чувствительный человек, вообще сенсорик такой. У меня такая история, мне обязательно надо, не знаю, там попить какой-нибудь чай, вот, кстати, я с собой вожу. Попить какой-нибудь успокаивающий чай, зажечь благовошку, намазаться каким-то маслом, которое погружает тебя в определенное состояние. То есть, например, какие-то цветочные, травяные, яркие цитрусовые, они заряжают, бодрят на весь день. То есть, я там намазалась этим маслом, сделала какую-то бодрящую практику или медитацию, и мне хорошо целый день. Или наоборот на вечер, то есть, что-нибудь там в составе, чтобы был полосанта, или какой-нибудь жженый сахар, там, или ваниль, или что-нибудь такое более расслабляющее, женственное. И делаю какую-то успокоительную, успокаивающую, точнее, практику, например, дыхательную или медитацию, отхожу ко сну. В общем, у меня вот так все это работает. Я чеканашка. Вот, на самом деле, просто за кадром все смеются, на самом деле, у меня просто молодой человек, самый популярный в этой стране проводник в медитации. Можете вбить Федор Белага и почитать, кто это такой. Поэтому, в целом, у нормальных девочек в косметичке какие-нибудь хайлайтеры и консилеры, у меня миллион масел для медитации, мини-алтарик, и это правда. И самое смешное, что, когда меня позвали в эту рубрику, я сначала думала купить новую косметичку, значит, какую-нибудь красивую, неиспачканную и брендовую. Положить туда каких-нибудь блестящих средств, желательно тоже вот купить по дороге на съемку, чтобы вот все думали, что у меня идеально гладкая косметика, непоюзанная. А потом я решила, что нет, ну, я вообще люблю, когда все трушно, поэтому я тупо взяла свою косметичку, вот, как она выглядит внутри, и то я вам и показываю. Я коллекционирую винтажный парфюм, снятый с производства. Меня этим заразила моя мама, у нее коллекция, вот я иногда думаю, что если продать всю коллекцию, можно, ну, купить что-нибудь большое и дорогое. Вот. У меня, например, коллекция поменьше раз в 10, чем у мамы, и ароматы там не такие винтажные. У мамы, например, есть там некоторые, которые сняты с производства в 70-х годах, к примеру, или какие-нибудь там легендарные, типа, черные маги, клема. В общем, если какие-нибудь взрослые, зрелые женщины сейчас смотрят этот ролик, они кивают и понимают, что это легендарно. То у меня более такие молодежные варианты, ну, например, вот такой Труссарди джинс, он снят с производства в 2000-х, в начале 2000-х. То есть, не знаю, возможно, этому флакону лет, как мне, возможно, ну, чуть поменьше. Вот этому тоже, наверное, лет 15-16. Он очень странно пахнет. Вот этому тоже. Я помню, что мне было 11 лет, и мне папа подарил вот подобное что-то от вот этого вот, от этой марки. Сейчас такого, по-моему, не производят вообще. Но я вот прям вдыхаю аромат и возвращаюсь в детство. То есть, мои 11 лет. Я прям помню, вот мы, значит, на брусьях с пацанами висим, вот мы идем там ловить лягушек на пруд. И прям мое детство. И мне вообще думается, что ароматы способны творить чудеса. Они способны реально перемещать человека во времени, перемещать человека в пространстве. Иногда я, например, хочу вспомнить какой-нибудь там свой идеальный отпуск. Вспоминаю, к примеру, крем для загара, которым я тогда пользовалась. Иду в магазин, вдыхаю запах этого крема для загара и вспоминаю, как мы 7 лет назад с подружками в Греции пили кофе на веранде. Потому что именно так мы и пахли, мы намазались этим кремом. Так вот, я глубоко убеждена, что парфюм, он действительно может перемещать тебя в пространстве, во времени, в разные какие-то эпохи твоей жизни. И это круто, что у нас вот, у нас у каждого в кармане может быть какой-то флакончик вот такой магии. Погнали дальше. А, ну вот это уже похоже на косметичку нормальной девочки. Тени. У меня есть не только чай, благовоние и масла для медитации. Есть тени. Обыкновенные. Мои любимые, это моя любимая палетка от Smashbox. Тут все оттенки, которыми я пользуюсь. Я обожаю, тут наверняка стоят визажисты, которые красили меня на эту съемку и кивают. Я обожаю вот такие вот кофейные, шоколадные оттенки. Вот этими можно сделать обычный дневной мейк. Вот этими темными можно сделать вечерний, концертный. В общем, я люблю такое. Ну, вот это все из одной, можно сказать, коллекции. Это тоже Smashbox-овские синюшки. Сейчас покажу. Они, правда, не отмоются потом от руки. В общем, они очень стойкие. И это я называю мейком для ленивых. То есть, если у тебя нет времени или сегодня там нет никаких съемок, тебе надо накраситься самой. Вот, видите? Ты просто втираешь это в веко, красишь ресницы, и ты красивый. Вот такая магия. Вот. И потом можно в целом играть в концерт, плакать там, под дождем гулять. Оно не смывается, пока ты не смоешь это чем-нибудь, чем надо смывать косметику. Вот. А вот это вот вместо тонального крема. Я тональным кремом не пользуюсь, потому что у меня столько съемок и концертов, что если бы я еще в обычной жизни пользовалась тональным кремом, наверное, я бы уже давно была похожа на Фредди Крюгера или что там. Не знаю, с кожей обычно случается, если каждый день краситься профессиональными средствами. Поэтому у меня на каждый день вот такой увлажняющий крем, в котором есть немножечко тона, и у тебя просто сияющая идеальная кожа, как будто бы ты модель какого-нибудь крема для лица. У меня есть вот такая вот пудра, она уже немножечко устала. Ну, как минимум, видно, что я реально ей пользуюсь. Что это не реклама, это по-настоящему все. По легенде, эту пудру придумала девушка-косметолог-пластический хирург. То есть, я не знаю, насколько это правда, но поговариваю, что эта пудра вообще не вредна. Ее можно там, не знаю, на шрамы, на какие-то свежие ранки на лице, после чистки. Ее можно там в спортзал, на пляж, в общем, вот. Не знаю, от этого ли у меня нормальная кожа, несмотря на то, что я пудрюсь каждый день. Может быть, от этого. Может быть, совпадение. Но, по крайней мере, я про нее слышала много хорошего и доверяю ей. Как видите, кожа у меня хорошая. Символично очень, но это карандаш, просто которым песни писать. То есть, клочок бумаги в целом, не знаю, туалетный даже, или просто салфетки какой-то есть на каждой площадке съемочной, в каждом самолете, везде. А вот найти, чем пописать, это проблема. Поэтому я с собой всегда ношу либо карандашик, либо ручку. Если мне придет какая-нибудь идея, срочно записать. Потому что я тот вид музыкантов, которые не пишут тексты своих песен в телефон. Никогда. Я пишу только от руки. И у меня дома поэтому миллион блокнотов. И иногда я кричу, Федя, где тот зеленый блокнот? Там где-то в конце фиолетовым карандашом написан был бридж моей новой песни. Мне нужно его сейчас. Вот. У меня реально по всему дому разбросаны листочки. Мои друзья не дадут соврать. И реально везде от руки написано карандашом. А еще, может быть, символично, потому что у меня только недавно вышел клип на песню «Карандаш». И клип я сняла на мобильный телефон. Это реально был такой большой благотворительный проект. Мы хотели показать, что творчество доступно каждому. Оно бесплатно. И можно на мобилу снять вот такого крутого уровня клип. А все деньги с того клипа, ну, реальный бюджет, на который мы должны были снимать клип, мы отдали в сиротский приют. Вот. Поэтому тоже символично карандаш. Песня «Карандаш» просто называется. Там типа. С чистого листа не получится, ты слышишь, надо поменять карандаш. Это была Дакота специально для Гламур. Я показала, что лежит в моей туровой косметичке. Вот это и лежит. Надеюсь, вам было полезно.